Всем привет дорогие друзья, всем привет любителям вселенной Варкрафт. Вы на канале Углук. Уже близится релиз нового дополнения Темной Земли, который выйдет 27 октября 2020 года. Уже вовсю проходят бета-тесты и мне посчастливилось тоже немного поучаствовать в этом мероприятии. Сегодня мы пройдем начальную цепочку квестов и окажемся в загробном мире, туда куда были похищены Джайна, Трал, Бэйн и Андуин. На своем канале я уже делал ролик по дополнению Shadowlands, можете перейти и ознакомиться. Ну а мы начинаем новое приключение, усаживайтесь поудобней, отправляемся в Агримар. Я прибыл в столицу орков и сразу получаю задание. Как всегда оно звучит в духе Близзард, эпичное наставление. Верховный лорд Болвар Форд Драгон просит, чтобы ты пришел к нему на вершину цитадели Ледяной Короны. Рядышком находился Насгрим, который стал Рыцарем Смерти, и Дарьян Магрейн. Насгрим вел меня в курс дела. По всей видимости, тут должна быть мега эпичная сцена, как Аллея Силы подвергается нападению и как похищают лидеров Альянса и Орды. Но не стоит забывать, что перед нами бета-версия. Самый эпик будет на релизе. В общем, дела не очень хорошие. Магрейн предлагает следующий план. Акерус, оплот Черного Клинка, подлетел к цитадели Ледяной Короны. И сейчас Магрейн откроет портал, и мы туда благополучно переместимся. Над головой раскинулась огромная пробоина между Азеротом и Загробным Миром. Конечно, это все ужасно, но как красиво выглядит. Возле самого трона собрались герои Орды и Альянса. Кто-то не очень-то стремился спасать похищенных лидеров, а кто-то, наоборот, рвался в самую преисподнюю, лишь бы вытащить оттуда бедолаг. Особенно этого хотела Тиранда. Дросс! Я готова заплатить любую цену, лишь бы пронзить банши своим клинком! Тут начались всякие терки между лидерами фракций, но весь негатив прервал Болвар. Приближается более страшная угроза, и мы должны быть к ней готовы! Болвар сказал, что с помощью расколотого шлема господства можно открыть проход в Загробный Мир. Начинаем проделывать ритуал. Необходимо разложить осколки шлема. Как оказалось, это было не так просто. Осколки словно были стянуты прочной пружиной. После проделанной мною работы, Болвар начал открывать портал в темные земли. Стала образовываться темная воронка. Магрейд и его рыцари смерти готовы были ринуться в бой. А также смелая Тиранда тоже жаждала отправиться в другой мир. Вот таким образом мы перенеслись туда, куда живым делать нечего. И вот, добро пожаловать в Утробу, место, куда попадают души самых отпетых негодяев. Магрейд и его воины были рядом, хоть некоторых рыцарей раскидало по округе. А вот Тиранда куда-то пропала. Начинаем прорубаться через этот жуткий хаос. Сперва необходимо воодушевить рыцарей смерти. Тут, конечно, немного непонятно. Раз они мертвые, то понятия как боевой дух или страх не должны присутствовать в них. Место, куда мы попали, называлось Гарнила Проклятых. С рыцарями я пробился к местному офицеру-губителю Мароту. Мне он напомнил Саурона. Затем мы перегруппировались и начали искать следы похищенных героев. Будьте внимательны. Ищите следы, которые приведут к нашим союзникам. Облазив окрестности, мы увидели, как кто-то сражался с местными тварями. Там впереди! Это же леди Праудмур! Так было найдено Джайна Праудмур вместе с раненым Тралом. Раны были несмертельны, и мы можем двигаться дальше. Сперва необходимо найти безопасное укрытие. Всей гурьбой мы начали бежать, как с неба нас атаковали какие-то темные ангелы. Снова засада! Перебьем их! Отбившись от этих гадов, нами была найдена пещера. Там внутри ребята разложили костер и устроили отдых. А Джайна немного рассказала об этой местности. Место, где мы оказались, называлось Утробой. Это что-то наподобие ада, куда попадают души самых нечестивых существ всего мироздания. Но что-то пошло не так, и сюда начали стекаться души светлых и добрых существ, которые мучаются в этом месте. Утробой правит тюремщик, но пока что о нем мало что известно. По всей видимости, тюремщик и Сильвана заключили некий сговор. Еще Джайна видела Бэйна и Андуина. Они все еще живы. Я видела Бэйна и Андуина каждый раз, когда сбегала. Они живы. А вот как выйти из Утробы никто не знает. Дарьен Магрейн предлагает следующий план. Многие души тут томятся уже не одну тысячу лет, и они могут знать, как отсюда выбраться. Рыцари Смерти могут заставить говорить душу. Вместе с Магрейном я отправился на охоту. Сперва душу нужно было немного ослабить. А затем с помощью осколка шлема господства, который у меня остался, берем ее под контроль. Однако они были слишком истощены. И тогда мы их сливаем в одно целое, и у нас получается измученное слияние. Магрейн опутывает его цепями, и мы затаскиваем существо к себе в пещеру, где начинаем проводить дознание. От пойманного слияния мы узнаем местонахождение Андуина Рина. Я, Джайна и Трал, решаются пойти на вылазку для спасения Андуина. Пробившись через обитель мучений, мы попадаем в место под названием Тримакулем. Обходим вот такие ловушки с шипами, а затем наблюдаем, как Сильвана что-то делает с Андуином. Андуин! Сильвана! После того, как Сильвана уходит, подходим к пацанчику, и теперь его нужно как-то освободить. Для этого необходимо раздобыть ключ, который находится у темного существа-проклинательницы. А также будет здорово, если мы освободим несколько душ, которые томятся в клетках. Бегаем по этой местности и убиваем верных утробий. У этих существ имеются ключи от клеток с душами. Найди пещеру на другой стороне пропасти. Затем находим проклинательницу, у которой имеется ключ атаков Андуина. Все будут служить тюремщику. И вот он на свободе. Джайна открыла портал, и мы благополучно вернулись в пещеру. Все это время Дарьен Магрейн продолжал пытать слияние душ. Как отсюда выбраться? Отвечай! Все бесполезно! Путь давно закрыт! Так путь все-таки существует! Как его найти? Путь и мой камень у котла, наверное! Мы всей гурьбой отправляемся к котлу. В пещере остаются только Магрейн и его рыцари смерти. А вот и мост, который протянулся через реку душ. И только мы пробежали половину, как вдруг выскочило огромное существо, которое одним взмахом скидывает нас в реку. Нам удалось выбраться, и мы увидели главного злодея этих мест, тюремщика. Бэйн у него! Тут должен быть ролик, как тюремщик сбрасывает Бэйна с котла. И с Бэйном случилось что-то неладное. Его словно прокляли. Тело исцеляется, а дух угасает. Для исцеления Бэйна отправляемся на поиски одного из оружия верного утроби. Но есть еще один момент. Оказалось, когда на мосту нас атаковала огромная ведьма, Трал швырнул в нее свой топор. Ты заплатишь за это оскорбление! Но, к счастью, тут нашлось хорошее оружие для орка. Вот оно! Оружие настоящего воина! Затем нам удается раздобыть иссушающий меч верного утроби. И мы можем возвращаться к Бэйну. Необходимо разорвать связь между Тауреном и некой темной сущностью. Теперь Бэйн полностью здоров, и мы дальше продолжаем искать выход из утробы. С помощью чар Джайны мы становимся невидимыми и проходим через воинов-тюремщика. Так, нами был найден путевой камень, который начал реагировать на меня. Камень активировался, это почувствовали и Стражи Утробы. Реликвия предвечных реагирует на смертного! Невозможно! В то время, когда герои сдерживали натиск врага, мне удалось с помощью камня телепортироваться в город Орибас. Орибас — это город, расположенный в самом сердце темных земель. Именно в этом городе души смертных предстают перед судом Арбитра. Мое прибытие в город стало искрой надежды, так как по неизвестной причине Арбитр впала в забытие и больше не направляет души в заслуженное им посмертие. Вместо этого все души отправляются в утробу. Мне дали возможность изучить Орибас, и на его улицах я встретил вот таких непонятных существ. А затем меня отправили в Бастион, где я должен заполучить аудиенцию с Архонтом. Я открываю портал, и вот на таком чудесном змее отправляюсь в Бастион. А если вы хотите узнать, что было дальше, у меня на канале вы можете найти видео про сюжетную цепочку квестов в Бастионе. Вы узнаете про такую субстанцию, как анима, узнаете, что происходит с душами после смерти тела, а также встретите утро светоносного, который стал не совсем добрым. А чтобы не пропустить следующие видео, рекомендую подписаться на мой канал и нажать колокольчик. Также буду рад вашей подписке на моем инстаграме. Все ссылочки вы найдете в описании. Берегите себя и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok